Мы начали тему о проклятиях и есть смысл ее все равно продолжать, чтобы люди понимали те вещи, которые нам важно понимать в этой сфере, чтобы правильно этим вещам противостать и чтобы ходить в свободе. Но все-таки я хочу, чтобы за время того, как мы будем обсуждать тему, вы подумали над тем, в чем вы сейчас находитесь, в чем вы пребываете, о чем вы размышляете, в чем вас Господь ведет именно сейчас, вот в этот сезон, чтобы могли мы с вами поделиться вот этими духовными нашими состояниями, переживаниями, увидеть разницу нас прежних и сегодняшних. Поэтому имейте в виду, что мы вот такой вот разговор сегодня с вами начнем, поговорим. А сейчас мы говорили о том, что Господь высвобождает и проклятие в том числе, не только благословение. Есть благословение, есть проклятие, и Иисус стал за нас проклятием. И у нас особое положение, но не давайте место дьяволу. Это продолжает работать в нашем месте, в нашей жизни, потому что есть сатанинские проклятия, ему не надо давать место. И давайте мы на эти вещи посмотрим. Когда мы с вами рассматриваем проклятие не от Бога, не от Бога, не от Бога, то имеем дело со злыми духами, которые имеют конкретные задачи. Исполнить проклятие, наложенное одними людьми на других. Чувствуете силу человеческих слов? Люди говорят, злые духи присоединяются, чтобы исполнить проклятие. Для тех, кто считает, что никакое проклятие с какой-либо стороны не может повредить им, есть стихи из Писания, ободряющие такие. Незаслуженное проклятие не сбудется. Это притча, 26 глава. Незаслуженное проклятие не сбудется. И в широком смысле это означает, что если мы сами не даем права врагу в нашей жизни, тогда что бы ни делали против нас, сатана, бесы, злые люди, проклятие не принесет нам духовного вреда. Однако пусть каждый спросит себя, живу ли я в такой безгрешной жизнью перед Богом? Живу ли я в такой безгрешной жизнью перед Богом, что не даю дьяволу никакой возможности для проклятий? Мы говорили с вами гордость, смертельный враг, непрощение, обиды, непостоянство, обещания неисполненные, сказанные неисполненные. Помните, что говорит Писание о сердце и его обманчивости? Вот я лично считаю, что кроме страха Божьего, больше всего нас с вами мотивирует вести вот такую святую жизнь, реально святую жизнь. Понимание, что наше поведение, наши слова, состояние нашего сердца могут открыть доступ к врагу. Могут. Он ищет. Он ищет, кого поглотить и через что поглотить. Важная часть жизни верующего христианина вот это вот проверять свое сердце, проверять свое сердце, исследовать свое сердце, когда говорится вникай в себя, да? Испытывай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои и зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный. Это Псалом, 138 Псалом. Испытай меня. Помните, что при этом непрекращающиеся атаки врага могут измотать нас, ослабить нашу сопротивляемость к его давлению. Это постоянное наше понимание быть, ну, не то чтобы быть настороже, но быть бдительными, да? Чтобы не потерять защиту, не дать врагу возможности проникать в нашу жизнь и производить разрушающие действия. Вот не знаю, опыт большой или маленький, но вот имея опыт служения людям, да, которые стали жертвами проклятия, тем не менее жертвами проклятия, вы слышите, о чем я говорю? Я знаю, что враг настолько стремится и жаждет нейтрализовать силу тела Христова, что он не останавливается ни перед чем. Ни перед чем. И вот проклятие является одним из его любимых способов действия. Особенно в таких сферах и таких областях, через такие источники, которые обычно не считаются опасными. Давайте вот посмотрим. Не скажу большинство, скажу много людей, использующих проклятие против других людей, не знают о причиняемом вреде. Мало кто понимает, что неправильно высказываясь о ком-то, о ком-то, они дают врагу возможность атаковать. И иногда даже и засорять человека, о котором они говорят. Обычно это сильные слова, сказанные не в доброжелательном духе. Но пастор, вот, например, пастор, которому пришлось оставить служение по состоянию здоровья, как он считал? Он считал, что он оставляет служение по состоянию здоровья. Он был полностью разбит, не мог продолжать служение, в то время, как он даже не подозревал, что слова, сказанные ему и о нем, членами собрания, имели такую силу, что он стал жертвой проклятия. С того момента, когда начал трудиться в определенном приходе собрания, это был благочестивый достаточно человек. Он был настроен дать Святому Духу свободу действовать в церкви. Столкнулся с сильным сопротивлением со стороны членов церкви. Потому что люди привыкли к другому ведению собрания. Они привыкли к тому, что все чинно и благопристойно. И это порой можно использовать в кавычках. Он только что пришел в собрание. А собрание это хотело иметь такого пастора, который бы делал то, что желают они, а не Дух Святой. И через некоторое время он начал реагировать на сказанного. Ему эмоции не были зрелыми. Ни он, ни его жена не знали, как защититься. Отсутствие знаний. Не имели мудрости. Переехать, может быть, туда. Или оставить служение. Или переехать туда, где действительно люди хотят слышать слово от Бога. И как бы другие, может быть, какие-то другие проблемы в семье, которые дремали до этого много лет, начали обостряться. Через несколько лет супруги, они не только ушли из этого собрания, они оставили пастырское служение. И понятно, что этим людям нужно было уже больше, чем просто восстановление, просто восстановительный период. Они оба нуждались в серьезном освобождении от духов проклятия, которые пришли в их жизнь из-за слов людей в церкви. Мы не ждем от людей в церкви, как правило, никаких атак, потому что это наши братья и сестры. И это правильно. Но наши знания, знания, распознания, наша зрелость помогает нам иметь и защиту, и покров, и возможность противостать. А когда этих знаний нет, когда человек с открытым сердцем идет в такое собрание и получает, чтобы служить духом, чувствуете? Чтобы служить духом святым. А люди привыкли к религиозной форме ведения собрания. И вот что произошло. И вы знаете, во время служения освобождения эти люди были очень сильно, ну скажем так, потрясены, да? Потрясены той силой контроля, которому демоническому миру удалось установить в их жизни через эти обстоятельства. И во многих случаях мы видим, что... Давайте говорить откровенно, что проклятия, изрекаемые христианами, дают врагу даже больше власти, чем сказанной неверующими. И это не повод бояться, это повод учиться. Знать. Вот такие проклятия от христиан дают бесам право, которые непосредственно подрывают жизнь тела Христа. Неправильные молитвы. Когда мы просим Бога сделать что-то из ложных побуждений. Особенно сильная форма проклятия. Особенно сильная форма проклятия. Об этом пишут разные авторы. Свидетельствуют разные служители. Дерек Принц прочитаете? Благословение или проклятие? Ты можешь избрать. Его книга, очень известная книга. Очень многие с нее начинают. Благословение или проклятие ты можешь избрать. Вот эти вот проклятия от людей, давайте их разобьем на две основные категории. Первая категория, к ним относятся осознанно посылаемые людьми, занимающимися оккультизмом. Они это делают определенным образом. Мы можем даже об этом немножко поговорить, как они это делают. Они знают, что они делают. Они признают это. Хотя говорят, что используют молитвы. Когда-то они признают, когда-то даже и не признают, что они используемы бесами для причинения вреда. И вторая группа проклятий, которые, возможно, сознательно не посылаются, но, тем не менее, являются проклятиями, потому что противоречат Божьим планам. Божьим планам, Божьей воле для этого человека. И вот знаете, вот такие молитвы за мужей, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Это слышали такое понимание, что колдовские молитвы. У нас нет власти над человеком. У нас есть власть над обстоятельством. У нас есть власть над землей, над животными, над природой, над стихиями этого мира даже. Дожди, снегопады, погода, буря, ураганы. Вот здесь это власть. Вот здесь надо учиться. Но человек – это не та сфера, в которой мы должны устанавливать свое. Я понимаю, как должно быть вот это вот. Что должно быть вот так, и человек начинает молиться. И многие из вас, к сожалению, к великому сожалению, через это прошли. Давайте вот такие вот преднамеренные. Я думаю, об этом понятно. Эти вещи вы знаете, но давайте об этом немножко поговорим. Методы, которые преднамеренно накладываются. Обычно люди не могут просто выбрать какого-то человека, произнести на него проклятие. Вот так не работает. Так не работает. Для этого нужно иметь какую-то связь с данным человеком. И мы с вами говорим про душевные связи. Похоже, что бесам, которые исполняют проклятие, необходимо знать жертву или иметь с ним контакт, чтобы реально это проклятие привести в действие. Поэтому эти люди пытаются заполучить для использования в ритуале проклятие вещи. Слышали такое, да? Вещи, принадлежащие человеку. Чаще всего используются либо предметы одежды, либо ювелирные украшения. Можно взять какой-то волосы люди берут, кровь очень хорошо в ритуалах проклятия. Используют куклы, особенно вот эти вот ритуалы вуду, когда используются, фотографии, чтобы... Это широко применяется для причинения жертвам физической, вызывания определенных симптомов. Там прокалывать куклу или фотографии в определенных местах. Колдун вуду может использовать бесов для вызывания соответствующих симптомов. Это сознательно, когда люди оккультного мира это делают. Поэтому, я думаю, вы это знаете, особенно люди, которые пришли к Богу из оккультизма. И вот этот вот канал душевные, неразорванные душевные связи с теми людьми, с которыми когда-то они были в общении, по неведению, да, их обязательно нужно разрывать. Обязательно нужно разрывать. Поэтому то, что служители сатаны, злые духи делают, надо понимать, что им нужно основание. Им нужно основание. Вот такие преднамеренные проклятия, преднамеренные проклятия, они в нашей жизни легко убираются, когда против нас колдуют, да, против нас колдуют, потому что у нас есть кровь Христа и заветное отношение. Но когда непреднамеренные вещи, когда это делают христиане, да, и никто не может сказать, что рассуждая о человеке с негативной точки зрения, осуждая его или сплетничая о нем, бесы могут воспользоваться нашими словами и поступками. Эмоциональный какой-то порыв по отношению к другому человеку. Эмоция, все сказанное с эмоциями. Если, допустим, незнакомый человек без всякой причины набрасывается на вас с оскорблениями. Мы, скорее всего, просто пропустим это мимо ушей. И хотя мы с вами будем помнить происшедшее, в этих словах не будет силы, которая может ранить или контролировать. Но если муж приходит с работы и грубо набрасывается на свою жену за то, что она сделала что-то не так по его словам, по его пониманию. Глубокая травма. Глубокая травма. И давайте вот на эти вещи посмотрим. Что обычно говорится? Проверяйте себя. Начальники, служители в собраниях, члены церкви, жены, мужья, родители. Давайте вот немножко посмотрим вот эти вот фразы. Проверяйте себя. Разрушьте. Покайтесь. Сначала покайтесь, что позволили себе этой мысли вважить и производить разрушающее действие. Если сами это делали, покайтесь. Все через покаяние делается, восстанавливается. И давайте немножечко посмотрим, какие же это фразы. Родители в адрес детей. Когда родители говорят в адрес детей, там ты ничтожество, от тебя никогда не будет толку. Ты точно такая же, как твоя мать или как твой отец. Там мальчики не плачут. И это сопровождается, допустим, еще и наказанием за плач. Плачут? Ну-ка прекрати, я тебе сказала. Мальчики не плачут. Большие мальчики там. Или ты никогда не выйдешь замуж. Кто хочет жить с такой, с тобой? Там ты уродина, ты некрасивая, ты кривонугая, ты никогда не найдешь работу. Или родители говорят, не доверяй мужчинам, от них одни несчастья. Или не доверяй женщинам. Кто первый установит власть в семье, тот и будет руководствоваться, главенствовать. Или ты очень злой, ты плохой. Или ты никогда не изменишься. Горбатого могилы исправят. Вот такие вещи. Это у нас в роду. И у тебя будет то же самое. Это говорят родители детям. Проверяйте такие вещи. Муж я в адрес жён. Ну почему ты не умеешь готовить, как моя мама? Ну есть это невозможно. Или допустим, ты ничтожна, ты одеваешься как клоун. Очень жёсткие вещи, очень травмирующие вещи. Когда я вижу тебя в постели, мне хочется спать в другой комнате. Или когда начинают сравнивать. Почему не можешь быть такой, как жена там, Сергея? Посмотри, сравни себя с ней. Какая она, какая ты. проверяйте, проверяйте себя. Сказанное жёнами в адрес мужей. Я вообще хотела выйти за настоящего мужчину. Всё, что тебя интересует, мы знаем в начале жизненного пути, что женщины говорят, это секс. Вот сказанное мужчине, сердце которого было разбито абсолютным равнодушием к нему, как к личности, со стороны его потребности, со стороны жены, очень редко потом можно видеть хорошие браки от этого. Если, допустим, нет, как проекция, сразу как проекция, когда жёны очень доминирующие, если нет причины по роду, допустим, по роду там отец, дед пил, то, как правило, такие мужья становятся пьяницами. Они начинают, вот сильно доминирующих, контролирующих женщин, они начинают пить. И это тоже подсказочка. Разбираться либо с причиной по роду смотреть, значит, надо смотреть на дедушку и на отца, может быть, даже и на мать, почему бы и нет, бывают и такие зависимости у женщин. Либо, если это слишком контролирующая жена, тогда мужья начинают пить. Дальше, что у нас ещё жены обычно любят говорить своим мужьям. Жаль, что у детей нет достойного примера для подражания. Очень жаль. Ты такое же ничтожество, как и твой отец. Неудивительно, что ты не можешь найти работу. Я бы тебя за пять копеек не взяла. Вот такие вещи жены позволяют. И это проклятие? Мы даже не осознаём, что это проклятие. Давайте посмотрим, что члены церкви говорят в адрес пастора. Жаль, что Илья ушёл на пенсию. Он был настоящим пастором. Мне так нравилось проповедование предыдущего пастора. Или мне так нравится проповедь Билла Джонсона, но у тебя... Этот человек не для нас. Церковь не растёт, никакой духовной пищи нет. Даже и не думайте, что вы можете что-нибудь здесь изменить. Как было, так и будет. Зря не старайтесь. Это говорят члены церкви своим пасторам. Если вы будете так долго проповедовать, мы встанем и уйдём. И даже такие вещи есть. Мы платим вас, вам. Мы даём вам финансы. Мы благословляем вас, чтобы вы делали то, что мы вам говорим. И не думайте, что это исключительные вещи. Это есть. Служитель собрания, что говорит, вы все мёртвые, духовно мёртвые. Вы всё ничего не делаете для церкви. Почему ваш пастор живёт в кредитах? Почему вы не можете восполнить его нужды? Лучше бы я сюда не приезжал. Наверное, мне есть смысл уйти из вашего собрания. Такая манипуляция. Если вы думаете, пастор говорит в собрании, что вы можете изменить меня, напрасно старайтесь. Напрасно старайтесь. Я не изменюсь. Начальники, подчинённые, давайте на этом закончим. Я думаю, тут уже как бы, ну всё понятно. Вы никогда ничего не делаете как следует. Если вы будете продолжать в том же духе, то сделайте меня банкротом. Заткнитесь со своим христианством. Я не хочу не слышать тут ничего о Боге. Обезьяна может печатать быстрее, делать документы быстрее, чем вы. Я руковожу своей фирмой. В ваших рекомендациях, в ваших наставлениях не нуждаюсь. И вот понимаете, наши, вот всегда, когда ущемляется человеческое достоинство, когда человек, ценность его подрывается, наша реакция, наша реакция. Иногда молчим, иногда слёзы, иногда агрессия. Раскалённые стрелы летят. В этом случае что? Мы можем поднять щит веры, с Божьей властью отвергнуть влияние таких слов. Никогда не игнорируйте такие слова. Всегда разрушайте кровью Иисуса Христа. И не обязательно это лепить в глаза, потому что это вертикаль власти. Начальник вертикаль власти? Да. Муж вертикаль власти? Да. Пастор вертикаль власти? Да. Родители вертикаль власти? Но если нам это известно, поднимите щит веры. Скажите, я не принимаю это слово. Скажите, втайне Богу. Разрушьте проклятие этих слов кровью Иисуса Христа. Скажите, что эти слова влиять на мою жизнь не будут. Никогда не игнорируйте. Потому что они остаются в атмосфере, их надо разрушить. Потому что влияние этих слов на нашу жизнь, оно когда-то будет принято, люди будут думать о нем, думать о нем. А мне сказали вот такую вещь, люди думают, 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 и мысли становятся материальными, начинают верить. А может быть не без причины, сказал начальник, а может быть я правда такая безрукая, как говорит мне муж? А может быть я правда вообще никудышный пастор, раз люди говорят такое? Вот знаете, поступая так, мы даем врагу право атаковать нас. И в будущем человеку потребуется освобождение. Давайте на этом закончим. Посыл всегда смотрим посыл, что через эти вещи мы хотим сказать. Сатана будет нас атаковывать? Конечно будет. Он не прекратит. Слуги дьявола будут там пытаться навести на нас проклятие? Различным образом. Различным образом будут. По неведению люди будут говорить о нас плохо? Где-то завидовать, где-то проклинать, где-то чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил по неведению. У этого всегда если мы становимся свидетелями этих вещей, у нас всегда есть возможность навести порядок. Мы с вами замещали атмосферу, мы даже приходим, когда в атмосферу и не слышали о чем. Мы заходим в атмосферу, не слышали о чем здесь говорится. Мы как духовные люди это чувствуем и сразу реагируем. Поэтому реагируйте всегда на слова, на поступки, на косые взгляды, ставьте защиту, применяйте кровь Иисуса Христа. Поднимайте веру, щит веры, вера, 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 которая угошает раскаленные стрелы. Любого плана, любого плана, кем бы это не было сказано. Поэтому благословение нам всем. Давайте скажем аминь. 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 И давайте мы сейчас поговорим. Вот тот вопрос, который я задала. В чем находитесь сейчас? С чем находитесь сейчас? Какие духовные вещи с вами происходят? Кто-то загорается, кто-то угасает, кто-то реально получает свободу, получая какие-то знания, практикуя что-то. Расскажите, в чем вы находитесь сейчас? Давайте поговорим. Аминь. Кто первый? Давайте я тогда вас прям вот так вот по списку поспрашиваю. Начинает Настя. Я так и не поняла, Настя, ты можешь говорить или нет? Анастасия, дай нам обратную связь. Кто слышал, что она сказала? Она может говорить нет? Может кто-то слышал? Я честно говоря пропустила. эту информацию? Нет, не слышали. Может, вышла у нас. Давайте сначала Стасия, потом Оля Стефанович, потом Галя Крисанова. В чем находитесь на знаете? Знаете, что конкретно мне просто немножко у меня просто самая как бы лучше подруга умерла и сегодня мне только сообщили. вот я немного конечно под впечатлением мне немножко сложно вот говорить но попробую так а в чем сегодня нахожусь конкретно конкретизируйте что я прохожу что со мной происходит ну в каком плане что не совсем я понимаю о чем говорить я думаю понимаете Настя мы духовные люди и мы говорим конечно о духовных вещах что с вами в духе происходит какие вещи духовные вы переживаете относительно тема о которой говорим да относительно себя самой это рост это угасание это освобождение это прогресс это позитивная негативная динамика вот что с вами в духе что вы можете о себе сказать сегодняшний ну я если даже там 10 лет посмотрю назад и если я посмотрю на месяц назад или на неделю назад это всегда рост это всегда рост то есть прогресс присутствует вот но я не знаю как у других людей но у меня это происходит очень медленно очень тяжело очень как сказать медленно но верно я бы так сказала а можете назвать причину как вы думаете почему медленно медленно потому что очень сильные защиты реакции у меня были выстроены и очень много времени приходит проходит уходит на то чтобы ее увидеть вот я вот так сказала чтобы что-то обнаружить да Настя да то есть просто вот в мышлении это именно касается то есть четко то есть ну как бы я валюсь в направлении и господь дает просто ну невероятно вот по теме какие-то там проповеди там еще что-то какие-то семинары которые буквально мне отвечают на вопрос потому что ну то есть вот почему не получается откровение там какие преграды могут быть и это все касаемо мышления вот и как бы вот этот процесс как это все работает но вот я как бы вот я сейчас с этим и просто буквально получается в разуме такие слепые углы которые мы не видим слепые зоны вот скажем так которые мы ну вот не можем видеть вот поэтому причем если это строилось годами если это было ну как бы сильная защита которая в определенное время она имела какую-то роль вот мне вот это очень сложно а потом как бы когда это все обнаруживается то очень быстро приходит ну то есть естественно там уже знаем что делать да покаяние отречение и так далее вот результат уже как бы быстро вот но вот так вот главное обнаружить насколько я поняла у меня главное обнаружить да вот давайте сейчас немножко про вашу подругу она верующая неверующая она верующая да и у бога все живы да помним это Настя да да значит это смертью мы можем назвать нет это переход и так как у нее заветное отношение пусть даже пусть даже в самом самом зачаточном состоянии да да хоть верен это подарок это подарок человек искренне произнес и допустим больше вообще ничего не сделал не для господа вообще шага не сделал в сторону чтобы служить познавать но это не отдел божий дар где она сейчас хорошо а вот такой вопрос а если например ну да вот это с ней случилось и она продолжала жить в грехе хотя я прекрасно знала что это ну как бы о чем это и она это скрывала вот ну и опять таки понимаю если если она пришла к богу да она с ним но вот если осознанно как бы все время то есть вот что с сердцем человека я не знаю вот даже если бесславная абсолютно бесславная жизнь и Дух Святой придет и обличит обличит о грехе о правде о суде и о каком грехе вообще обличает Дух Святой и что называют люди грехом знаете о чем идет Дух Святой и обличит о чем что не верует что не верует что не верует а она уверовала что Бог есть что Иисус Христус Господь и Он стал ее Господом и Спасителем вот то на что смотрим мы как люди да это жизнь бесславная да эта жизнь несет плохое свидетельство о Христе для людей этого мира да у человека в жизни не удалось ему противостать грехам вот этим плотским желанием в себе не нашлось сил потому что он не посвящал на это ни времени ни время свое ни желание свое к этому не прилагал и как головешка из огня конечно такие люди спасаются мы помним ситуацию с Лотом где он жил как он жил ушел в садом сюда со стадами с богатством вышел без жены только что сам себя спас и тем не менее Господь называет его праведником почему да поэтому есть над чем порассуждать благодарение Господу что ваша подруга покаялась благодарение Господу что у него иной взгляд на нас и на ситуацию и конечно бы хотелось чтобы мы все прожили славную жизнь чтобы вот эта жертва Божья она привела бы нас к переменам серьезным чтобы в нашей жизни было свидетельство был плод но мы также и знаем удивительные вещи от Бога сказанные в нашу жизнь что Божий дар не отдел чтобы никто не хвалился вот такое вам благословение Настя по поводу вашей подруги спасибо Аллилуйя Оля Стефанович затем Галина Крисанова Оля расскажите в чем вы находитесь какие духовные вещи я сейчас как бы нахожусь в том чтобы при любой ситуации при любой ситуации находиться в Божьем покое я так поняла что если мы будем находиться вернее если я буду находиться значит Божьем покое при любой ситуации у меня как бы я могу легко внутри себя отыскать и сфокусироваться на Бога и Он мне может указать и привести меня в должное состояние чтобы я пребывала в нем и и это работает это работает ну я считаю что это работает потому что знаете вот как бы мы всегда реагируем первое когда нас что-то раздражает это на внешнее вот на внешнее и внешнее оно как бы первое оно побуждает какой-то реакции внутренней и не всегда можно находиться в этом покое и даже не всегда найти его а это может произойти даже гораздо позже чем вот поэтому вот найти вот этот покой в любой ситуации вот это вот это важно для меня вот почему так потому что легко Господь показывает да на что тогда легко там найти какие-то душевные связи что называется их разорвать да вовремя значит покаяться покаяние там прославление Господа ну как бы в победе когда он утверждает вот тогда когда находишься в покое вот тогда можно прям вот так вот ну легко поблагодарить и сердце начинает вот настолько быть в победе Божьей победе что ну это никакими словами не передать вот скажите Ольга это труд казалось бы состояние покоя да покоя ну как уж тут сильно трудиться но войти в это состояние и не позволить зацепить душу эмоции и так далее это труд да это труд это труд но тогда вот когда вот понимаешь да что ты ну как бы ну вот все тебя Господь вывел на этот путь что ты с нем ты в нем ну тогда в общем-то тогда это просто формально там разорвать душевные связи там туда-сюда потому что знаешь что Господь со мной сработал значит он будет работать в той стороне в которой ты как бы была задействована задействована душевно спасибо Оля спасибо пожалуйста Галина я могу поделиться с тем что я сейчас Дух Святой так научает меня я вижу атмосферу которая окружает меня но раньше я чаще всего не реагировала на нее то есть ответной реакции у меня не было сейчас я учусь менять эту атмосферу сразу не откладывать на потом а реагировать сразу находить даже минуту какую-то чтобы поменять атмосферу вокруг себя и насадить мир радость и праведность в любых обстоятельствах когда когда это так все случается у меня ближе стали взаимоотношения с Богом то есть присутствие Божия я прихожу намного быстрее вот из этого мира и покоя которые сохраняются в сердце независимо от обстоятельств вокруг меня независимо от мнения людей независимо от их реакции на меня вот этому сейчас меня прям вот обучает Дух Святой именно быть такой какой есть какой он меня создал да и все это сохранять и двигаться за ним тогда сразу как бы начинаю молитву и я прямо ощущаю присутствие Божия вот чувствуете тоже очень маленький такой момент это даже был не инструмент это даже был не инструмент менять атмосферу потому что здесь мы возгреваем вот эти вот чувства чувствования духовные чувствования переживания начинаем реагировать на это все и реагировать молитвенно вот то что мы сказали перечисляли когда в наш адрес что-то звучит когда мы заходим в атмосферу и не пренебрегаем этими переживаниями то даже такие вещи реакция наша на слова на поступки на атмосферу они сразу приносят изменения во-первых слово не висит в атмосфере никуда не девается слово материальное мы это уже знаем во-вторых мы носители атмосферы мы эту атмосферу транслируем здесь сразу замещаем а любая чуждая атмосфера она подчинится подчинится Божьей атмосфере когда мы с вами практики практики одно дело знать другое практиковать если мы знаем и ничего не делаем наш адрес летит что-то плохое вы знаете я однажды приведу такой пример чтобы вот привязки к этим вещам вопиющая просто ситуация неожиданная ситуация и для меня она была настолько болезненная я занимаюсь спортивной ходьбой и я иду по своему маршруту и человек мне задает вопрос я останавливаюсь я начинаю отвечать ему на вопрос а он делает мне совершенно гадкое предложение и в такой форме еще и в тот момент ну я ему что-то сказала такое знаете ну по типу как вам не стыдно да ну что-то вот такое как вам не стыдно такие вещи вообще говорить и это не не духовная была реакция и я шла и я не могла от этих слов просто отбиться скользкие совершенно безобразные слова они просто в таком вот идешь в ошарашенном состоянии до тех пор пока не пришло понимание как разобраться с этими вещами как это разрушить как это место очистить как в духовном мире заявить кто это сказал кому это прозвучало и только тогда вот насколько вес этих слов на открытое сердце помочь человеку человек распахнут и летит проклятие и оно действительно может пробить если не отреагировать и реагировать нужно своевременно вот то что Оля говорит сохранять покой то что Галя говорит сразу менять атмосферу человек стал на эти вещи реагировать это те вещи которые мы из практики приносим в вашу жизнь если в моей этой жизни сразу моментально не сработало допустим я говорю вам реагируйте реагируйте на эти вещи этого нельзя оставлять просто так оно никуда не девается да ничего не сделано да ничего не произошло разошлись люди как в море корабли но слово висит и мозги они реагируют человек реагирует вся внутренность реагирует тебя как будто замарали хорошо Галя спасибо движемся дальше можно мне Татьяна Екатерина Придихина затем Елена Косинова Оль на днях буквально я задумывалась над этим вопросом и я так ну как бы скажем так оценила ситуацию знаете как раньше в институте учились когда мы курсовые работы писали мы сначала собирали много-много информации потом учреждали что-то ключевое и у нас получался курсовик вот со мной наверное сейчас происходит да не сейчас а вообще в принципе когда идет большой сбор духовной информации потом появляется конкретика какая-то ключевая и кажется что ты все понял и во всем разобрался потом проходит момент и уже с другой стороны опять много духовной информации и тебе кажется что ты опять детализируешь это божья работа я понимаю не понимаю пока не совсем понимаю для чего только догадываюсь потому что бывает на таком уровне детализация идет я вообще человек такой не конкретики скажем есть прям которые в детали внедряются я не такой человек я больше на эмоциях и вот очень часто замечаю что прям Господь мне какие-то ситуации мне даже не хочется их разбирать до таких мелочей а он мне прям их вот показывает на ладони да и иногда это очень больно и непонятно и вот по большему счету конечно Божья работа ведется очень стремительная потому что как бы это много просто времени займет если рассказывать потому что такие вещи я чувствую ощущаю и на этом фоне конечно дьявол не дремлет я услышала сегодня слово такое наверное с наглею но скажу я говорю это не наглость это дерзновение про то что дьявол обольщает избранных потому что в момент того что дает мне Бог обязательно внедряется то что начинает на все на это давать сомнения то есть прям на шептывание причем знаете такие такие изощренные от близких людей то есть под сомнение ставится все не напрямую а очень так двухсмысленно поэтому знаете порой кажется что вроде порядок а порой кажется что и хаос но работа ведется однозначно однозначно учусь расту прям прям расту хочется а вот пример Катя а вот пример как вы выходите из таких ситуаций когда идет это на шептывание а я говорю сразу с Богом я всегда говорю Господу что ты мой первоисточник какие бы люди ни были святые праведные есть только ты в первую очередь я задаю Богу вопросы как правило ответы получаю дословные конкретные и даже вот сегодня у меня там был момент какой-то с сомнением и буквально там ну не знаю минут 20 прошло и дословно был ответ на этот вопрос получен вы знаете я стараюсь вот почему говорю стараюсь да потому что наверное слукавлю если скажу что я так верю вообще во всех ситуациях нет конечно я не Бог я человек сомнения все-таки где-то бывают потому что еще не хватает знаете не хватает чтения Библии я себя прям за это постоянно ну как бы корю потому что нету дисциплины у меня в чтении и мне не хватает основания поэтому мое доверие оно на моих отношениях с Богом выстроенное да а где-то вот основания не подложены еще и поэтому есть но я действительно стараюсь верить и доверяться Господу потому что ну даже в самых таких вопросах он меня еще не подводил просто знаете бывают моменты когда мы молимся молимся да ничего не происходит и нам кажется что-то наверное дело не так а может быть просто Бог меня не слышит и конечно сомнений не бывают но стараюсь все-таки сразу к Богу идти и ему вопросы задавать в первую очередь а еще есть такой момент вот сегодня Галина по-моему сказала про то что нет не Галина тут и другое про то что входите в мире в покое стараюсь да то есть я понимаю что у меня наступает мир покой тогда когда происходит какая-то тяжелая ситуация да то есть через слезы я становлюсь такая смиренная и вроде какой-то вот момент такой мир и покой а мне хочется знаете чтобы при этом вот как я называю людей аллилуйных да то есть которые больше не то чтобы я не скажу что они строят из себя но такие прям аллилуйя аллилуйя то есть я понимаю что я человек другой и я хочу оставаясь самим собой быть верной Богу Богу угодной быть смиренной и в то же время вот этот мир и покой чтобы всегда был в сердце моем вот вы однажды сказали такую вещь да про очищение про исцеление про освобождение человека когда его он входит в свободе в полной вот у меня сейчас жажда прям по этому состоянию когда я могу может быть эмоционально не реагировать не реагировать на ситуации а действительно находить этой Божьей свободе быть полностью исцеленной и уже начать через это помогать другим людям потому что пока сама еще это не прошла конечно а понимая что Бог уже приводит каких-то людей с подобными ситуациями и хочется помочь а еще не все знаешь как короче наверное сумбурно сказала но получается выходишь из этих ситуаций сложных ситуаций через личные взаимоотношения с Богом исключительно через это да отлично спасибо Катя пожалуйста Лена Лена Косинова вот она я на связи я сижу сейчас на саморазвитии и пытаюсь докопаться откуда прилетели те болезни которые сейчас на меня нависли смотрю проповеди вхожу в духовный мир читаю Библию где-то просто читаю где-то настолько пытаюсь вникнуть что там написано чтобы понять почему это произошло и как от этого избавиться получаете ответы ответы получаю да получаю отлично не всегда не всегда конечно но получаю человек пошел ну да понимая что ответы в Боге туда и пошли да и меня в последнее время вот последнее вчера буквально вошла в духовный мир и меня прям Святой Дух заводит в пещеру и в пещере я стою привязанная цепями я говорю я не поняла это что такое он говорит это колдовские молитвы и прям хочется озорать люди но не молитесь за меня разрывайте душевные связи да разрывайте душевные связи конечно с обеих сторон разрывайте чтобы по этим душевным связям никакая грязь духовная не текла прям берите человека раз Господь показывает и разрывайте с ним душевную связь и все то что в этом человеке в этом человеке который как вы знаете через какие-то неправильные слова может быть неверные молитвы какая-то часть в вас он же молится о вас очищайте через Голговский крест и возвращайте себе все то что принадлежит вам по праву после разрыва этих душевных связей верните себе чтобы никакая часть вас не осталась ни в ком другом слава Богу спасибо Лена так мы знаете как с вами сделаем у нас с вами 55 минут если мы возьмем по одной минуте то мы сможем всех выслушать Лена Марасина пожалуйста это говоря мне очень сложно говорить но дело в том что как сказала ну короче не важно кто сказал что у меня очень большая защитная реакция стоит и мне тяжело пробиваться но успехи есть конечно очень трудно но успехи есть даже то что я очень долго училась говорить иными языками это для меня было очень сложно так и сейчас отношения с Богом выстраиваю но это тоже очень сложно может потому что прошлая жизнь была такая что мне пришлось выстраивать свою защитную стенку и вот ее пробить это очень тяжело но я стараюсь я бы сказала спасибо Лена очень искренне я бы сказала что пробить эту стенку легко когда мы с вами принимаем решения когда мы говорим Господу Господь там где я защищаю себя сама я снимаю эти защитные механизмы защити ты меня и я знаю что ты сделаешь это лучше убери все те вещи которыми в духовном плане я регулировала ты это сделай для меня я доверяю тебе и это будет работать это будет работать и человек сознательно идет на то чтобы отдать Господу право защитить человека потому что это связано с умиранием человека если человек не умер для себя будет больно он будет строить механизмы но если мы умерли для себя и воскресли для него тогда он через нас очень многое может сделать и мы тогда уже эти твердыни не строим мы тогда эти барьеры не строим и нам уже легко потому что мы умерли для себя и вот это вот умирание оно должно произойти чем дольше человек будет ну в плохом смысле живой для себя тем до тех пор будет больно потому что мертвому человеку не больно мы же понимаем кто умер тому не больно тому не обидно тому не нужно осуждать тому не нужны те вещи которые нужны живым людям мы умерли для себя чтобы жил для нас Христос это может быть будет подсказка для вас тоже хорошо пожалуйста да Лариса Пчелинцева как слышно так Лариса попробуйте сказать что-нибудь нет связи понятно пожалуйста Таня Мамонтова минута я хочу поделиться с тем что добрый день всем с тем что как действительно за это время поднимал меня Господь и когда смотреть за то время когда мы писали письмо то я там купалась любви Божьей сейчас она мне сказала что ты уже не маленькая девочка ты уже взрослый воин и я тебе даю новое оружие обновляю убираю все старое обновляю старое вникая в учение и глубже глубже он меня уже дает и вот недавно он мне дал такой образ интересный дал мне скамейку я очень думала что ты за скамейку видела думала под деревом как у меня несколько даже есть рисунков которые я стояла даже в сезоне зимы и сезоне лета а это вдруг увидела скамейку в пустыне в песках и даже видела эту воронку которая засасывает как болото засасывает вот эти зыбучие пески я не могла понять что это почему вдруг я там оказалась и почему там мне Господь дает скамейку посидеть рядом с ним там на этом месте я очень долго спрашивала несколько дней даже было пока вот не в прошлый урок я поняла что эта скамейка скамейка которую он дал это просто быть один на один с Богом да там вокруг нас находятся вот эти присмыкающие вот эти гады и змеи там много и в песках василисков и много скорпионов но там именно идет опыт слышать голос Божий опыт водительства Духа Святого голос его там смиряется сердце испытывается сердце как я поняла чтобы именно познать истину которая находится в моем сердце и благодарить Господа потому что мы должны благодарить не только за то что дает нам такие изобилие такие плоды такие прекрасные цветы но и так же и за пустыню и так же за то что где есть засуха где есть и дожди где есть холод где есть зима за все мы должны благодарить в каждом сезоне и я поняла что это пустыня это не наказание а как бы подготовка меня к дальнейшему действию к дальнейшему ходу к именно входу в его обетование в его дальнейшее принятие того изобилия которое я смогла бы сейчас именно после того как пройти вот эту небольшой кусочек пустыни понять и принять его изобилие его то что он хотел бы мне еще дать больше больше чтобы мое сердце принимало чтобы оно расширялось чтобы оно все принимало и всех принимало вот такое у меня понятие пришло спасибо Таня я вынуждена прерваться у нас с вами начинается у меня вернее начинается следующая сессия спасибо дорогие кто говорил искренне откровенно кто дал нам ответы на наши вопросы как двигаться все те кто хочет еще высказаться выскажитесь на площадке через голосовые через текстовые сообщения потому что это открытое сердца это очень важно потому что мы побеждаем сатану и в нашей жизни в том числе через силу свидетельства славы Божьей через нас через его труд через нас слава Богу за вас мы завершаем сессию благодарим Господа за его присутствие на этом месте с миром Божьим дорогие шалом вам всем шалом с миром Божьим шалом 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 Субтитры создавал DimaTorzok